Ну, в целом, давайте начнем. Всем привет, меня зовут Туксов Илья, и сегодня я хотел бы поделиться с вами своим опытом в области введения ML-проектов. И тема сегодняшнего моего доклада будет «Боль ML-проектов. Как перестать ее чувствовать и доходить до прода». Коротко о том, чем я занимаюсь. Я работаю в Синько в команде персонализации в роли проект-менеджера и с недавнего пора еще пробую себя в Data Science. Также до прихода в Синько в я занимался бизнес-анализом, системным анализом, а также разработкой бизнесовых роботов на питоне. Какие вопросы мы сегодня попробуем затронуть? Первое – это мы в целом попробуем пройтись по ключевым этапам проекта, найти какие-то отличия от введения проектов в классической автоматизации. Попробуем рассмотреть подводные камни проблемы, которые могут возникать на этих этапах, как с ними бороться, чтобы в дальнейшем у нас их либо не было, либо было как можно меньше. И также пройдемся по рекомендациям, которых я стараюсь сам придерживаться. Кому это было бы интересно, если вы являетесь техледом ML-команды или руководителем какого-то направления. Также, возможно, вы сейчас являетесь разработчиком, но хотели бы перейти на роль менеджера или проекта, или проекта или продакта, и мы на самом деле, если вы сейчас являетесь действующим каким-то бизнесом или направлением, которое очень сильно хочется, чтобы у себя было где-то в процессе ML. На сегодняшний день в целом ее внедрение в обычную жизнь человека не является чем-то таким вау и необычным. Многие люди уже даже на самом деле не задумываются о том, что их любимая фича является результатом работы какого-нибудь искусственного интеллекта. И на самом деле места применения могут быть достаточно разнообразными. Тут ни для кого ни удивление, ни секрет. На примере наших продуктов это может быть рекомендация блогеров в Пульсе. И это достаточно с точки зрения применения алгоритма простой вариант искусственного интеллекта и заканчивая прогнозами, связанными со здоровьем, диабетом, болезнями и так далее. На слайде можно увидеть некоторое распределение доходности в отдельно взятых областях, где задействовано ML или другой алгоритм искусственного интеллекта. По прогнозам, которые были озвучены экономическими форумами 2020 года, ориентировочно вклад искусственного интеллекта в мировую экономику будет составлять примерно 16 триллионов долларов. Однако, несмотря на повышенный интерес к этой области, доподлинно неизвестно, сколько было потрачено времени и ресурсов просто никуда и впустую. Далеко не все проекты способны дойти до своего какого-то конечного использования. Если в классической автоматизации это не стопроцентная вероятность, что в проектах ML это цифра гораздо меньше. Ну и в этой связи, на самом деле, существует потребность в том, чтобы помимо специалистов, связанных с тем, чтобы разрабатывать эти алгоритмы и быть экспертами в области данных, существует потребность в том, чтобы корректно сформулировать основную задачу, вести проект по нужным этапам, довести его до конца, убедиться, что всем все понятно, четко понятны гипотезы, цель потребности и так далее. И это, на самом деле, тоже немаловажный момент. Так в чем же заключается проблематика? Высокая стоимость разработки и порой долгая реализация может вылиться в результат, с которым никто и захочет работать, или он изначально был обречен на провал. И основная цель, которая здесь может быть, это свести все риски к минимуму и получить желаемый, а главное, полезный результат. Поэтому для нас важный этап, на что мы обращаем внимание, можно свести три ключевые какие-то позиции. Это на что обращаем внимание на старте проекта, в процессе реализации и после реализации. Ну и как бы давайте начнем с первого пункта. Бизнес-анализ и системный анализ. Это такая, типа, очень общая штука с точки зрения пайплайна. Не будем их сильно разделять. Также у нас есть этап разработки, тестирование и вывод с продакшен. Ну, с точки зрения именно пайплайна, разницы с классической автоматизацией сильно нет. Но на самом деле с вопросами, которые кроются на этих этапах, а также, а главное, в ответах, которые кроются на эти вопросы, есть основное отличие. Представим, что к вам пришел заказчик, у которого есть некоторая потребность в действиях, в его процессе. К примеру, ему нужно распознавать дату документа, который приходит ему в бухгалтерию какую-нибудь, и на основании этой даты, ну, куда-то эту дату, в общем-то, сложить. В процессе изучения вы выясняете, что они уже хранятся в PDR, там, Excel-ках, там, не знаю, или там еще, может быть, в каких-то форматах цифровых. И это просто складывается как-то там в базу данных, и сильно какого-то прогнозного или, может быть, классификации здесь не требуется. Однако, если в процессе обсуждения вам становится понятно, что эти документы являются физически, на физическом каком-то виде, скажем так, на бумаге или еще где-то, и вам прежде, чем их как-то обработать, их нужно распознать, а далее вам нужно будет еще и вытащить компанию, которая отправит документ, и на основании этой информации сходить куда-то, достать какую-то дополнительную информацию, по которой вы хотите еще потом, как оказывается, предсказать потенциальный доход, который вы будете получать от этой сделки, то как будто бы вы можете попасть в безумно веселую череду приключений под названием ML-разработка. Это не стопроцентный вариант, здесь требуется все детальное изучение, так, в качестве примера. В отличие от первого варианта, который представлен на слайде, места, в которых что-то может пойти не так, выглядят следующим образом. И на самом деле здесь может именно стать очевидным, понятно, что та или иная деятельность, она с вашей стороны будет унесена в стол, и какого-то эффекта от этого в целом-то может и не быть. Также обращу внимание на то, что на каждом этапе, который присутствует на слайде и подмечен красным, имеет в себе риск того, чтобы вернуться на самый начальный этап, на котором мы будем заново ставить гипотезу, заново писать цель, пересматривать там какой-нибудь таргет, пересматривать вообще, в принципе, задачу и так далее. И на самом деле это важный момент, которому не стоит пугаться, но он есть, и он может быть. Теперь давайте попробуем пройтись по основным проблемам, которые кроются на каждом из этапов проекта. Но прежде мы попробуем сформулировать какой-то собирающий образ классического заказчика, который хочет себе email. Говорюсь, что я не подразумеваю, что все люди, которые хотят внедрить какой-то алгоритм в себе, вообще не понимают и не могут в сторону email. Наоборот, достаточно сейчас много людей, которые стараются в это погрузиться. Кто-то на самом простом уровне, кто-то поглубже, кто-то прям хочет быть экспертом для того, чтобы это потом нормально использовать. Но если мы абстрагируемся от этих выбросов, назовем это так, то общий какой-то образ выглядит таким образом. Заказчик не сталкивался с email, лишь о нем слышал. Он считает, что большинство готовых решений уже есть, нужно лишь взять под него потребность. Он не осведомлен о том, что требуется для создания email, а также он удивляется, что решение может быть не 100%. Это, наверное, какие-то ключевые пункты, которые я бы хотел отметить, но этого вполне достаточно для того, чтобы сформировать какое-то представление о том, с кем мы можем работать. Итак, на основании слайда, который был до этого, мы попробуем пробежаться по ключевым местам, где могут быть сферы и зоны, из которых нам нужно избавиться. Этап бизнес-анализа в изучении первых постановок крайне важен для того, чтобы проект вообще в принципе начал существование. И именно сейчас потребуется ответить на множество вопросов, для большинства из которых ответить, может быть, сразу-то и не получится. Однако это не приговор к завершению, нужно посеять зерно вопросов, скажем так, и заранее, чтобы начать на них отвечать в будущем. Так что на что же нужно обращать внимание на этапе бизнес-анализа? Цель и проблематика. Это, наверное, самое первое, на что нужно обратить внимание, чтобы четко понимать, какую проблему мы решаем, почему это нужно сделать, что мы исправим своим решением. Чем больше конкретики, тем лучше. Тут нужно по максимуму пытаться вытаскивать обоснование того, зачем это нужно. Профит. Ну, на самом деле, факт обоснования будет открыться даже так же и здесь. То есть, в какой-то степени, сколько мы заработаем, сэкономим, корректно перераспределим. Возможно, наша реча будет настолько уникальной, что мы просто заверим весь рынок на себя, просто сделав ее. И, не знаю, специалисты, аналитики, которые предоставляют информацию со стороны бизнеса, просто до 100% это подтверждают. Также, на самом деле, помимо экономических показателей, существуют показатели, которые связаны и с лояльностью, с изнижением рисков и предотвращением убытков и, возможно, какую-то репутацию о себе можно сформировать этим самым. Здесь каждый сам для себя решает, что ему более важный приоритет в зависимости от того, какие у вас направления со стороны компании, команды и на что вы сейчас наследили, на первую очередь, на заработок или на деньги или на что-то иное. Данные. Ну, тут как бы очевидно, что без данных вообще ничто и никуда и не поедет. Помимо самого наличия, еще важно понимать то, как, что из себя представляют источники информации, как на них, как с ними можно работать, где они хранятся, как легко к ним поступиться, какие-то, может быть, конфиденциальные данные есть или нет, это все нужно понимать. Зачастую заказчики слабо понимают специфику, как я уже говорил о Мэле, поэтому вам придется объяснять то, каким образом именно связаны между собой метрики той или иной модели и метрики бизнеса через данные, чтобы было чуть более понятно и наглядно. Этот момент, он никуда не девается, и на самом деле здесь ответ очень простой. Чем больше данных, тем лучше. Лучше что-нибудь убрать, чем выяснить, что чего-то не хватает. Работа была уже сделана, поэтому если ничего нет из данных, то двигаться тут нечего, некуда. Ресурсы. Данный пункт, он не является ключевым, но если есть возможность кого-то попросить со стороны бизнеса вам помогать по вопросам, которых вы можете быть абсолютно не осведомлены, то лучше такого человека привлечь. Он вам может объяснить то, как ведут себя данные, откуда и из каких систем они проливаются, когда они появляются, какие есть сущности на одном каком-нибудь объекте и так далее. В общем, с этим человеком будет проще и лучше разобраться совместно. Ну и дальше на самом деле все идет, движется к вопросам связанных с тестированием, с редакшеном, и проблема основная заключается в том, что ответить на возможные ваши вопросы сейчас на этом этапе с точки зрения именно в рамках бизнес-анализа будет достаточно сложно. Но вам нужно каким-то образом начать вытаскивать эту информацию для того, чтобы вся ваша деятельность не остановилась на том, что вы написали в випитер ноутбуке. Поэтому на самом деле начать выяснять о том, что вы будете делать, когда модель будет разработана, нужно на самом старте, а не тогда, когда она будет разработана, потому что тогда, скорее всего, вы попросту не сможете адаптировать ее по те реалии, в которые она может попасть и оказаться. Далее мы уже переходим к этапу проекта, который отвечает за разработку, и это больше относится, конечно, к ребятам, которые занимаются созданием моделей. Здесь, наверное, скорее это будет выглядеть как некоторая рекомендация и, возможно, в какой-то степени полезный факт того, что не нужно полностью отдавать на откуп всю разработку, которая есть на стороне вашего коллеги, потому что многие ребята любят экспериментировать, многие ребята любят искать какие-то возможные варианты улучшения моделей, создания новых фичей, и это может занимать очень много времени, и это можно даже не заметить. Это было потрачено кучу всего, а мы остановились только на том, что все еще пытаемся придумать какие-нибудь новые фичи. На самом деле основная задача здесь двигаться в нужном направлении и подсвечивать те моменты, которые действительно важны для задачи и проекта. И на этот вопрос можно лишний раз обращаться через идеи, потому что именно этот этап будет очень важен и подсветит основные возможные проблемы, с которыми вы можете столкнуться. И у нас этот этап загорелся красным, и что же может здесь пойти не так? На самом деле я постарался выписать какие-то такие более-менее общие вещи, с которыми можно сталкиваться. Возможно их там, невозможно их, скорее всего, гораздо больше, но мы сконцентрироваемся вот на этих. Соответственно, что можно было бы с ними делать? Если у вас происходит смещение распределения таргета, то попробуйте определить, возможно, другой таргет. Или вы попытаться как-то подкопить дополнительные кейсы, если на то есть возможность и ресурсы. Недостаточно количество размеченных данных. Здесь, на самом деле, тоже та же история. Если есть возможность это как-то сделать сторонними силами или совместными, или силами бизнеса, то лучше это попробовать сделать. Возможно, есть какой-нибудь источник данных, где это хранится информация, и вам нужно просто его найти и достать его. Сомнительные и ограниченные источники данных. Здесь я имею в виду в том, что у нас не всегда все лежит в каком-то централизованном хранилище. Возможно, это может лежать где-нибудь на затворках какой-нибудь системы на бэке. И тут есть либо вариант вообще к ним не поступиться, либо поступиться в очень каком-то ограниченном виде, в виде, возможно, какого-нибудь единичной разовой выгрузки в CSS-файл. Поэтому здесь рекомендация, если не сразу, то как-то за последствиями начать организовывать централизованное хранилище для того, чтобы была возможность обратиться куда-то как-то попроще, побыстрее. Низкие метрики при проверке на бэкзлайме. Здесь, на самом деле, вопрос, по большей части, связан с фичами. Возможно, что дело не столько в количестве, сколько в качестве этих фичей. И буквально нужно будет найти парочку фичей, которые вам сразу же забустят всю вашу разработку, и вы сразу же сможете там выходить в тест. Высокая корреляция данных между собой. Здесь, наверное, самое простым решением будет. Это просто избавляться от менее значимых признаков и оставлять более весомые с точки зрения самого бизнеса. Тут сами вы не решите, лучше это обсуждать совместно. Ну, и если на самом деле все это получается решить, или вообще вы с этими с чем не столкнулись, то супер, можно переходить на следующий этап проекта. Если же вы все-таки столкнулись с этими проблемами, которые решить в итоге-то не удалось, то вам, наверное, стоит задуматься о том, а как с этим можно в дальнейшем побороться и вернуться к изначальной постановке вопроса, если таковая необходимость еще в принципе появится. Переходя, в момент этого тестирования есть вероятность столкнуться с некоторым барьером в лице самого заказчика. И здесь может быть логичный вопрос о том, о ком барьер, в принципе, может идти речь, если нам просто поставили задачу, которую и так от нас хотят получить. Но если мы говорим о том, что в классической автоматизации у нас есть какое-то более четкое поставленное ТЗ с конкретным, понятным, иссязаемым результатом, то если мы говорим об ML проектах, то это не всегда очевидно и не всегда тот результат, который был изначально определен в том первозданном виде. К примеру, нам нужно добавить кнопку «Купить» на страницу акции, чтобы за брокерским счетом конкретного пользователя чистилась акция и отображался у него на главной странице. Если все отображается при нажатии на кнопку, все проливается в нужные базы данных, хранилища и так далее, то кажется, что работа выполнена. Нам нужно, допустим, добавить возможность просматривать изменения тренда акций за определенный период. График корректно крисовывается при нажатии на ту или иную кнопку, тут тоже вроде бы все, проблем никаких нет. Если нам нужно отранжировать в каком-то виде рекомендации пользователю на то, что ему купить, здесь начинается собор вопросов, которые требуют от вас пояснений. Какая конверсия на ретро, не знаю, какая точность у Мандели, какое качество выдаваемой рекомендации, какое потенциальное проникновение в ней будет, историческая какая-нибудь конверсия и все в этом духе. Ну и по итогу получается, что нужно как бы доказать и обосновать то, что мы так хотели предоставить, то, что мы всегда хотели купить. Вопросы связаны с требуемым качеством, высоким показателем исторических данных, стабильной работой во времени, корреляцию с бизнес-метрикой целевой, отсутствие аномалий в работе и на дистанции. Если как бы на этом этапе у вас не получается найти консенсуса, то опять возврат на бизнес-анализ и опять на пересмотр каких-то вопросов. Если же все хорошо, переходим на тестирование версия 2. Если все-таки получилось, то тогда мы тут уже пытаемся протестировать модель либо обычным тестированием, либо АБ-тестированием. Если же у нас как бы нет альтернативного подхода, то тут на самом деле можно задаться вопросом, а реально нужен ли был ML, но это уже второй момент. Сколько тут может вылезти дополнительно подводных камней, ну как бы особо сильно, ну в общем сказать, сложно. Но мы постараемся какие-то моменты свести к общим вещам для того, чтобы понятно, что от нас требуется. Ключевыми вопросами является это формирование правильной гипотезы, за которую мы собираемся проверить, и от которой мы будем формировать дальнейший тест. Важно помнить о том, что помимо оценки нового бизнес-решения, мы еще оцениваем саму модель. Нам также важно понимать, что качество в рамках теста оно не падает и держится на должном уровне. Итак, о чем стоит подумать? Про дизайн теста, как я уже сказал, какие у нас будут этапы воронки, какую гипотезу проверяем, что ожидаем, выключим метрику, смотрим и тому подобное. Параметры теста – это уровень значимости, мощности, ожидаемый лифт, объем выборки, срок проведения и так далее. Зная это, мы можем более четко понимать границы теста и критерии его успешности. Мониторинг и отчетность. Понятное дело, что настраивать целую систему мониторинга это не есть, может быть, правильно или хорошо, но в целом это хорошо, но не в данной ситуации. Но построение обычных вопросников тэшбордов уже может отвечать на множество вопросов, которые были бы вам полезны. И на самом деле последний этап – это подведение итогов. Вы должны определиться с теми критериями, по которым вы будете судить результаты теста и его дальнейшей судьбе. Ну, как бы тут понятно, что, возможно, этот вопрос нужно просто прорезать значимость по ключевым методам, но также стоит прийти внимание на саму работу модели. Возможно, что она там себя неплохо показывает, но есть шерфоватости, которые потребуются поправить в ближайшее время. Вы уже сможете, допустим, это как-то увидеть, обратить внимание и прочее. На самом деле, также тут существует проблема того, что вы можете соскнуться с так называемым, мне кажется, вечным тестированием. Суть в том, что у вас не получается достичь желаемого результата, вам приходится тюнить модель уже в процессе теста, или ваша модель нестабильна на протяжении всего этого теста. К сожалению, здесь есть риск не перейти к проду, поскольку вы будете пытаться с бизнесом это все поправить, и вы будете видеть те проблемы, которые есть и так постоянно. Пробовать улучшить стабилизирование модели в целом можно, но это рабочий вариант, но не нужно заниматься этим постоянно. Здесь важно определить некоторые границы, до которых вы попробуете вносить изменения, не ждать желаемого результата. Но после этого, возможно, стоит пересмотреть вашу цель, если не получилось за эти рамки, чтобы поменять, пытаться искать другие варианты. Если все-таки тест завершен, и у вас удалось привести вот этот вот стресс-тест, то в целом можно, кажется, проходить релиз и продакшн. Здесь откроются два момента, на которые стоит обратить внимание. Первый – это мониторинг, постараться как-то построить контроль всех ключевых метрик моделей и бизнеса, и следить за его качеством, чтобы своевременно как-то реагировать на результаты и на выводы, которые вы видите. И также так переобучение, которое, в принципе, может быть необязательным, поскольку не все данные, возможно, подвержены стихийным каким-то воздействием. Однако в случае, если вы видите какие-то аномалии, и вам требуется это сделать, лучше настроить целый пайплайн того, чтобы это сделать бесшовно и без последствий для бизнеса. Ну и прежде чем перейти к рекомендациям, пробуем сформулировать какие-то выводы. ML-проект имеет подвышенного внимания. Вам необходимо многие вещи держать в голове, чтобы по моменту начала разработки или по ее окончанию не получилось так, что это или не требуется, или требуется, но совершенно в другом виде, или требуется, но совершенно ни на что не влияет. Вы можете не найти до прода, как я уже говорил не раз. Это грустно, но дойти до прода нужно еще постараться. В ваших силах и интересах истеристы к минимуму, чтобы долгожданный результат все-таки состоялся, не релиз. Эксперименты и мониторинг в свое время вы постоянно должны что-то проверять, тестировать, изучать, если вы хотите получить лучший результат. Но не стоит забывать, что к этому нужно пофидитационно. И очень много вопросов. Постоянно задавайтесь вопросами к заказчику, к продукту, к разработке, к тестам, продакшнам, вообще ко всему. Чем больше у вас серый зон, тем больше вы имеете вероятность того, что что-то пойдет не так. Начиная с постановки задачи, заканчивая фактом переобучения необходимости. Ну и напоследок парочку рекомендаций. Постарайтесь привести постановку вашего проекта к комнату шаблона, где заказчику нужно его заполнить, прежде чем приходить к вам с полноценной постановкой и укажите там ключевые пункты, которые важны для вас. Знания. Несмотря на то, что вы как менеджер или руководитель, вам не требуется глубоко быть в специфике создания моделей, вам нужно понимать, постоянно прокачивая свои знания в этой области. Вам потребуется вести диалог очень много, часто с бизнесом, который может вообще не иметь никакого представления. И вам необходимо эти азы доносить очень много раз. Как бы здесь вытекает следующий очевидный пункт. Это доверяйте своей команде. И речь здесь не только про вашу команду именно со стороны мэри, но и также про команду, которая идет со стороны бизнеса. Вам нужно стараться впитывать всю информацию как с другой стороны, при этом критически на нее смотреть и задавать кучу вопросов. Как уже было рассказано ранее, вопросов должно быть очень много. Пробуйте искать новые подходы и возможности использования в своей работе. Здесь имеется в виду, что задачу, которую вы решаете, можно потенциально использовать не только в том виде, для которого вы решаете. Может быть, есть какие-то места, в которых данное решение пригодилось бы не хуже, чем в том, в котором были поставлены изначально. Достаточно, допустим, поменять какой-нибудь этап, достроить какой-нибудь дополнительный параметр и прочее, и вот у вас уже есть какое-то новое бизнес-решение. Доносите как можно быстрее и проще заказчику спецификам или разработке. Эти нюансы могут быть многим чуждые, поэтому важно доносить информацию насчет того, а что необходимо для того, чтобы разработка была успешной, какие есть риски, что требуется для того, чтобы сделать все качественно, какие метрики можно будет отсмотреть, как это будет связано с бизнес-показателями и так далее. Тут много очень диалога, разговоров, вам предстоит говорить одно и то же не раз. Но лучше так, чем потом выяснить, что на самом деле вы думали каждый про свои, пришли к тому выводу. Ну и на самом деле спокойствие, не бойтесь провалов и отсутствия кода. Это вполне нормальный результат, поскольку вы ученые-экспериментаторы, и здесь могут быть неверные гипотезы, неверные входные данные, ошибочное использование выходных данных и все в этом духе. Это непросто, но с этим можно бороться, и главное сохранить настрой. В конечном итоге все получится. Всем большое спасибо за внимание. Моя телега, если кому-то будет интересно что-то спросить, можете мне писать. В целом у меня все. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Спасибо. 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 Спасибо.